Ну что, для ребят, которые себя броской называют ФК-Арт, как у меня особенно броска в темных тонах, выглядите такие сдержанные, а эмоции какие после жеребетки? Эмоции, на самом деле, разные, потому что Тодронс команду, не только мы, наверное, все знают ее, что ребята там собраны опытные, по-футбольному, в то же время молодые, поэтому интересно очень будет. Мы, можно сказать, такая темная лошадка для всех, поэтому у нас будет определенное преимущество в этом смысле, что на нас особо никто не рассчитывает, но думаю, что мы сможем показать уровень. Блин, парень, ну все равно, если честно, считывается вот эта тема с эмоциями, с мимикой. Такое ощущение, что вы не очень довольны, что Тодронс вам сразу перендует. Ну, если честно. Если честно сказать, по Тодронс я смотрел только челленджи в Ютубе. Челленджи неплохие делают, а вот по игре я ничего не могу сказать, не знаю, как они играют. Вы знаете, блогерские команды, мы такой, знаете, я вот посидел, посмотрел всю эту жеребьевку, процесс, они все уже варятся между собой, у них все какие-то страсти, мы такие, реально темные лошадки. И хочется просто, в первую очередь, показать классную игру, потому что мы темные лошадки даже для себя пока. Потому что основной костяк нашей команды это со съемок один из молчаливых мужчин, но там более-менее сыграны. И добавились еще несколько актеров, артистов. То есть, можно сказать, что в процессе киносъемок вы сыграли? Абсолютно, конечно, потому что перед киносъемкой мы два месяца тренировались всей командой, как раз 11 на 11. Причем, больше того, тренировались в старой форме, которая по колено, и в бутсах, и в бутсах 40-го года, где гвоздями прикручены деревянные шипы были. То есть, экраножные прокачали, да? Во-первых, прокачали экраножные, а во-вторых, натерли такие мозоли себе просто на ногатку. Поэтому второй день съемок, уже на второй день съемок было тяжело. Ну, надеюсь, к старту дюрмира пройдут. И последнее. Всегда прошу почти всем рассказать, приоткрыть какую-нибудь маленькую тайну. Можно ли собираться с какого-нибудь долга в полиции еще заявить что-то о нем или, может быть, фамилия, если уже известно? На самом деле, фамилий пока еще нет. Вели переговоры, без фамилий тоже будем говорить. Ну, а почему, если эти переговоры завершены? Ну, они завершены, но все дело в том, что, скажем так, бюджетом, как таковым, мы не обладаем, да, у нас нет... Ну, хорошо, вы скажи, ладно, это игрок РПЛ? Больший, да, бывший игрок РПЛ и сборной России. Какого примера для возраста? Изборной России? Изборной России, да. И Повличенко? Нет. Ну... Слушай, нет, фамилии я точно не скажу, потому что он нам отказал, не то, что он нам отказал, он выставил условия, которые мы не можем. Так что, если хотите увидеть в нашем составе футболиста, про которого мы говорим, спонсоры свяжись с нами. И тогда вопрос решится. Ребята из ВКА, добро пожаловать. Спасибо. 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 И успехов. Абсолютно. Субтитры сделал DimaTorzok